Против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 35 стран. Об этом 10 февраля агентству Reuters заявила министр спорта Литвы Юргита Шукждинине. «Мы идем в том направлении, что нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны», — заявила она. В число тех, кто выступил против участия сборных России и Белоруссии, вошли США, Германия и Австралия. В Reuters заявили, что этот шаг усилит давление на Международный Олимпийский комитет, МОК, в вопросе допуска россиян и белорусов. Накануне 9 февраля президент МОКа Томас Бах заявил, что большинство членов спортивного сообщества прискорбно восприняли попытки Украины оказать на них давление из-за возможного допуска спортсменов из России на Олимпийские игры 2024 года. Бах также добавил, что каждый национальный Олимпийский комитет обязан соблюдать принципы Олимпийской харти. До этого, 3 февраля, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гудцайт заявил, что НОК страны выступает против допуска на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, пока продолжается специальная военная операция РФ по защите Донбасса. 2 февраля стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования поддержал руководитель Олимпийского комитета США Асапк Джин Сайкс. Но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и чистых спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает. До этого, 30 января, президент Окр Станислав Позняков заявил, что призыв к бойкоту Олимпиады с целью изоляции всего российского спорта не принесет пользы. Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Олимпиады подтвердили, что намерены следовать решениям МОКО относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.